МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самая женственная актриса российского кино – Светлана Немаляева. Что же это вы? Вы замужняя женщина. Больше того вы мать, а пишете какие-то неприличные письма. Меня все считали непоседой, вертихвосткой, потом болтушкой. Мне кажется, что я уже перебесилась. В этом платье я бы вам больше 30-ти не дал. У него внешность была фантастическая, потому что где такого найти? Высокий, худой, поджарый, красивый. Нам никогда не хотелось расставаться друг с другом. 1977 год. На экраны страны выходит комедия Ильдара Рязанова «Служебный роман». Актриса Светлана Немаляева играет Олю Рыжову, влюбленную чудачку, ту самую в «Жутких розочках». Здравствуйте, Лерочка. Можно? Да, проходите. Историю ее героини понятна большинству женщин Советского Союза. Оля встретила свою студенческую любовь через 20 лет. Правда, он давно остыл, зато у нее чувство вспыхнуло с новой силой. Казалось бы, ничего нового, но после выхода фильма на экран актрисе Светлане Немаляевой пачками стали приходить письма. Кто не был влюблен в институте? Ну, все же были влюблены. У кого это сложилось счастливо, у кого это была разбитая любовь, кто вообще забыл об этом проходящем. В институте молод... А когда же влюбляться? Конечно, в молодости все были влюблены. Светлана знала, что такое любовь. Задолго до знаменитого фильма Эльдара Рязанова у нее случился свой служебный роман. И было там все совсем не так, как в рязановском кино. Но в этом платье я бы вам больше тридцати не дал. Нам никогда не хотелось расставаться друг с другом. Вот, может быть, залог, когда меня спрашивают, как это получилось так, что не надоели ли бы друг другу. Нет, не надоедало. АПЛОДИСМЕНТЫ Казалось, дорога в кинематограф была открыта ей с детства. Вот здесь Светлане Немоляевой всего шесть лет. На съемочную площадку фильма «Близнецы» ее привела мама, звукооператор мусфильма. А вот на этих кадрах Светлане 13. Это уже картина «Счастливый рейс». Режиссер-отец Светланы Владимир Немоляев. Он был комедиограф, и комедии не очень приветствовались за комедию. Так сказать, очень люди получали большую критику, по голове мешалка. И папа мой получил все сполна. Когда по телевизору показывают его фильмы, там «Старый двор» или «Машина 20-12», и говорят классика советской кинематографии, что это относится к классике. Я думаю, боже мой, как бы он гордился. Несмотря на то, что Владимиру Немоляеву доставалось от критиков, он никогда не унывал. Жизнелюбие унаследовала от него и Светлана. Неспроста в детстве называли ее папиной дочкой. Меня зовут Светланчик. Я поехала, Светланчик, и пришла. Смешное было, ужасно. Все трагические ситуации от него отскакивали, как горох от стены. Когда началась война, Владимира Немоляева, как многих режиссеров Мосфильма, призвали на фронт. Уже перед самой отправкой его эшелона бойцам показали комедию «Старый двор». Смеялись все, рядовые и командиры. Кто-то из офицеров удивился совпадению. В титрах фильма режиссер Немоляев. И у них в части есть Немоляев. А вот не Володька или Немоляев? И в какое-то отношение имели. Даже знали, что с Мосфильма очень многие пришли для отправки на фронт. И мы говорим, да, это Володь Немоляев. Но он его вызвал, поговорил с ним и сказал, давай, Огат, оставайся. Езжай на свой Мосфильм и снимай свои картины. Вместе с Мосфильмом Владимира Немоляева с семьей эвакуировали в Алма-Ату. Это и спасло его от верной гибели. А этот эшелон весь погиб, который шел на фронт. Папель. Светлана навсегда запомнила слова отца. В жизни нужно заниматься тем, к чему лежит душа. Когда встал вопрос выбора профессии, вариантов у Светы не было. Она видела себя только актрисой. И Виктор туда поедет после театра. Угу. Ему билет достали на Генриха Четвертого. Для верности Светлана поступала сразу в два вуза. Училище имени Щепкина и школу-студию МХАТ. Педагогам Немоляева нравилась. Талантливая и такая хорошенькая. В перерывах между экзаменами у Светланы едва не закрутился первый студенческий роман. Никогда не забуду, как Олег Павлович Табаков. Тогда он был для меня Олег, Олежек. Он учился уже на каком-то курсе во МХАТе. Он ко мне подлетел, когда я вышла после прослушивания. Говорит, тебя берут, я знаю. Говорит, давай познакомимся. Я, говорит, Табаков Олег. Но Олегу Табакову так и не довелось учиться в одном институте со Светланой Немоляевой. МХАТу она предпочла Щепкинское училище, которое успешно окончила. А после, согласно распределению, должна была уехать в Киргизию, в город Фрунзе. Однако покидать родную Москву Светлане не хотелось. Меня этот директор театра Фрунзе цепил с мертвой хваткой, чтобы я обязательно там была. Я не хотела страшно ехать. Во-первых, такое было все-таки домашнее дитё, и такое выросшее дома с мамой, с папой, с бабушкой. От переезда в далекую республику Светлану спасло кино. Молодую актрису пригласили в Ленинград сниматься в картине Евгения Онегин. Предложили сыграть Ольгу. Слова Онегина Ленскому об Ольге. Кругла красная лицом она, как эта глупая луна на этом глупом небоскалоне. Вот меня так утвердили за это сходство с глупой луной. Да точно было так. Я люблю вас, я люблю вас, Ольга. Онегина снимали целый год. Но после возвращения в Москву Светлане снова пришлось искать работу. На руках у неё свободный диплом. Конкуренция в столичных театрах сумасшедшая. И только случай привёл её в Театр Маяковского. Туда, где суждено было решиться её судьбе. В общем, я пришла подыгрывать своему приятелю, ну, сокурснику, с которым мы вместе учились. Он туда узнал, что там есть показ Театра Маяковского хлопка. Записался и позвал меня подыгрывать. Вот меня взяли, его нет. Меня взяли. И так же поступил Саша. Одинаково. В тот же день, тот же сейчас, тот же показ. Пришёл тоже подыгрывать своей сокурснице. Вот вам пример того, как неопытный глаз принимает одно за другое. Для Дон Кихота это замок, для Санчо постоялый двор. А кто-нибудь другой увидит что-нибудь третье. Актёр Александр Лазарев – коренной петербуржец. Жить и работать в Москве не собирался. После окончания школы-студии МХАТ мечтал вернуться в родной Ленинград. Поступить в Театр комедии. Но судьба распорядилась иначе. А хлопок ему сказал, давай, я тебя беру. Предоставил ему место в общежитии с тремя монтировщиками. Четверо человек было в одной комнате. Вот. И Саша остался. Молодые актёры Немоляева и Лазарев быстро прижились в Маяковке. И почти с первой встречи обратили внимание друг на друга. Правда, Александр не сразу решился ухаживать за Светланой. Вокруг неё было так много поклонников. Я люблю вас. Я люблю вас, Ольга. Но в конце концов выбрала она именно его. Они долго скрывали свой роман, украдкой целовались где-то на тёмных лестницах и были уверены, об их отношениях никто не догадывается. Но когда влюблённые объявили о своей женитьбе, коллеги сказали, наконец-то. Он говорит, мы с тобой, потому мы так близки друг к другу, и настолько нам с тобой не скучно. Интересно, что у тебя стакан полунаполнен, а у меня всегда полупустой. Ты знаешь, Класс, мне кажется, что я уже перебесилась. Выезжаем на машине на дачу, едем. Это непроизвольно. Он закрывает дверь, говорит, какой кошмар. Я говорю, ну что такое, Саша? Ну ты посмотри, какое солнце. Я говорю, ну замечательно, солнце светит. Мы с тобой приедем. Представляешь, как взор на даче? Он говорит, ну как слепи, да вообще. Я говорю, ну где они очки? Да я забыла. Вся эта непохожесть год от года странным образом делала их только ближе друг к другу. Но настоящая семейная жизнь началась, когда у них родился сын Саша. Он родился, я так, плюс я подумала, как я могла вообще без него жить. И то же самое с Сашей. Поэтому вот все-таки ребенок любимый, и очень желанный, и дорогой, он очень, конечно, цементирует отношения. Вот это очень важно. И важно было, конечно, то, что мы очень много пережили в театре. Вообще пережили много. И это очень сплачивало нас. Кто помог Светлане Немоляевой сойти с ума в фильме «Гараж», какая роль в 40 лет сделала ее звездой советского кино, и почему муж опасался за здоровье Светланы. Об этом мы расскажем через несколько минут. За первые 7 лет театра Маяковского Светлана Немоляева сыграла более 20 ролей. Жаловаться, в общем, не на что. Главный режиссер Николай Охлопков ценил ее как актрису. Но когда в 1967 году театр возглавил Андрей Гончаров, все изменилось. Начало каждого театрального сезона оборачивалось для Немоляевой личной катастрофой. Он такой человек был зверский, свирепый, бесконечно талантливый, великий режиссер, великий. Он кричал то, что что-то его раздражало, он об этом сразу говорил, и не двусмысленно очень. Меня, я видеть не могу эту ненаправленную органику. Это явно было про меня. Вот просто играть никуда. Каждый год она возвращалась из отпуска, читала списки распределения ролей на новые спектакли и с горечью понимала, ее фамилии там нет. На людях Светлана держалась, плакала дома, на кухне. Единственный, кто по-настоящему мог понять ее и утешить, был муж Саша. Когда в горе ты имеешь такую поддержку, которая была у меня от Саши, когда ты чувствуешь всеми, вот всеми фибрами души, что он с тобой рядом, и что он за тебя готов душу отдать. Так же и я, что это тоже людей очень наближает. 12 лет Немоляева ждала от Гончарова своей роли. Казалось, надежды нет. Но режиссер сумел удивить всех. Он отдал Светлане роль Бланш-Дюбуа в постановке пьесы «Трамвай желания» Тенниси Уильямса. Меня все считали непоседой, вертихвосткой, потом болтушкой. И дать мне такую роль, такой настоящей женщиной, да, это было, в общем, со стороны Андрея Санченко-Кончарова подвига. Начинала репетировать Светлана во втором составе. В первом работала звезда театра Маяковского Евгения Козырева. За месяц до выпуска спектакля Гончаров объявил, премьеру будет играть Немоляева. Это значило одно, режиссер объявил ее новой примой. И тут уже, конечно, мне досталось по полной программе, потому что Гончаров при всей своей жесткости прекрасно понимал, что он, какой удар он нанес Жене Козыревой. Ах, боже мой, ну до чего же все-таки хорошо после долгой горячей ванны. Такая благодать, так прохладно, так легко на душе. Да, такой проливстил горячей ванной, колонной лимонад, и вся жизнь представляет совершенно в ином свете. Трамвай желания у зрителей имел сумасшедший успех. Восторженная критика, овации публики. Люди с вечера занимали очередь в театральную кассу, чтобы на следующий день попасть на спектакль. Но у этого триумфа была и оборотная сторона. Трамвай желания играли иногда по девять раз в месяц. Постановка длилась четыре часа. Все это время Немоляева существовало на грани физических возможностей. Мне грозил паралич связки, потому что нагрузка четыре часа. И крика, и надрывы, и слезы, и драмы такой страшной. Иногда у меня просто не было сил даже выйти на поклоны. Вот не то, что это правда или там неправда, что меня там и Джигарханян, и партнеры как-то всегда и поддерживали, и все. Но действительно не было сил. Я же уже трижды вам приносила свои извинения. Мне горячие ванны необходимы от нервов. Почти 25 лет Немоляева выходила на сцену в роли теряющий рассудок Бланш Дебуа. Но за эти мучительные четверть века Светлана Владимировна до сих пор благодарна Гончарову. Он подарил ей роль, которая сделала ее настоящей драматической актрисой. Все остальное было уже неважно. Я всегда мирилась с тем, что в театре есть более важные, более главные героини, чем я, более любимые тем же Гончаровым и Охлопковым. И всегда это я знала, что я, так сказать, никогда не стремилась к тем, чтобы быть первой. И то же самое с Сашей. Хотя Саша был такой абсолютно настоящий жанр-премьер. Такое внутреннее стремление доказать, стукнуть кулаком по острову, сказать, да и кто ты, и кто я. Я не была в жизни никогда. Испытав успех в театре, в кино, она раз за разом терпела неудачу. Точнее, никакого кино и не было. Актрису Немоляеву приглашали на пробы. На этом все и заканчивалось. Я, наверное, была такая очень простая индивидуальность, не очень интересная. Так, я думаю, что меня пробовали, но не утверждали никуда. Да, и вот если говорить о Сашиной судьбе в кино, у него была замечательная судьба, потому что он сразу, слет. Его брали сразу, но у него внешность была фантастическая. Потому что, ну, где такого вот найти? Высокий, худой, поджарый, красивый. Да еще и артист замечательный. Передо мной здесь выступала девушка, мне даже показалось, что она... Простите, вы будете обсуждать стихи или девушку? Нет, нет, стихи я обсуждать не буду. А вот девушка мне понравилась. Ни одна актерская пара рассталась из-за того, что один из супругов был успешен, а другой оставался в тени. С Лазаревым и Немоляевой этого не случилось. Несмотря на то, что Александр постоянно пропадал на съемках и в партнершах у него самые яркие актрисы страны. Никакого соперничества с Сашей, боже упаси, не было. Потому что я верила ему безгранично всегда, потому что он мчался с этих съемок домой, тысячу раз позвонил, тысячу раз узнает, как Шурик, как я там, если я думаю. Поцелуй меня. Вот, ну и весный вот фильм был, фильм еще раз про любовь, в котором у него уж такая была любовь с Таней, что мне, конечно, я как женщина страшно взревновала и говорила ему, что он уж мог бы так не целоваться-то. Он говорит, ну режиссер велел, я говорю, ну конечно. Но еще были какие-то у меня обиды, и я этот фильм не любила. Но прошло время, я смотрю это отстраненно, я теперь просто вижу, как он потрясающе играет. В 1976 году Немоляева получает приглашение от Эльдара Рязанова сняться в его новом фильме «Служебный роман». Актриса не сразу принимает это предложение, боится новой неудачи. Двумя годами раньше Рязанов уже пробовал Немоляеву на главную роль в «Иронии судьбы». Что только тогда не делал режиссер со Светланой. Менял парики, надевал очки, но Наде Шевелеву из нее так и не получилось. После того случая Светлана вообще решила, кино это не для нее. Но страхи оказались напрасны. Знаешь, верни эти письма мне, а то вдруг потеряешь или жена найдет, сцену устроит. Мы начинали как всегда с конца, последняя сцена с Басилашвили, когда я ему отдаю свои письма на натуре. И я начала играть и говорить, он мне отлил в сторонку. Тихо говорит, Светик, дорогая, не надо. Забудь то, что ты сейчас тут галерка, зал, что тебе нужно донести текст, чтобы тебя все слышали. Забудь. Скажи ему, я же тебя слышу, ты меня слышишь. Скажи ему, что ты отдашь ему эти письма. Что будешь, ты ему писать не будешь. И все. Романтичную и наивную Олю Ржову зрители полюбили. Жалели ее не меньше, чем главную героиню служебного романа. Во всех этих каких-то ухаживаниях, которые она устроила за этим, за Самохваловым, она все равно очень целомудрена. Она все равно как-то, она как дитя, вот которому хочется, вот, ну, мама, ну дай мне вот эту игрушку, мне так хочется в нее поиграть. Так и она тут, ну, давай встретимся с тобой, когда ты сможешь. В этой незащищенности, в ее целомудренности и в ее ранимости вот такая ее привлекательность. Сильм «Служебный роман» был показан более чем в ста странах мира. И везде поступок героини Немоляевой оценивали по-разному. Мы приехали в Африку, в Уагаду, как я сейчас помню, сам лучший кинотеатр. Ко мне подошел какой-то дядечка такого африканского типа и сказал, просил перевести мне там со мной беседу из зрительного зала, что он очень недоволен моей ролью, я очень не понравилась, что что-то вы забегаете за мужчиной, как вам не стыдно. После роли Ольги Рыжовой Немоляева в одночасье превратилась из театральной актрисы в кинозвезду. Но на этом их служебный роман с Эльдаром Рязановым не закончился. В своей следующей картине режиссер приготовил для Светланы Немоляевой новые испытания. Ей нужно было в кадре сойти с ума. Жена Гуськова, которую играла Немоляева в Рязановском гараже, единственный по-настоящему драматический персонаж в фильме. Сцена, в которой она теряет рассудок, переломная. После нее сотрудники НИИ, которые дерутся за свои гаражи, понимают, они зашли слишком далеко. Ты что сегодня по географии получил? Почему у тебя джинсы опять разорваны? То, что дрался? Вы что, спятили? Какой вам толик? Я хотя человек такой несмелый и не вступаю ни в какие споры, боюсь их, потому что у меня огромный пиетет перед режиссером. Рязановым я все-таки скажу, что Игорь Александрович, я не очень, я не знаю, я, наверное, не справлюсь с этой вот последней сценой. Я не понимаю, я не знаю, как это сыграть. В результате сцена «Безумие» была специально переписана под Немоляеву. Новый текст режиссер вручил актрисе прямо перед съемками. Светлана читала сценарий, сидя в гримерной, и вдруг горько заплакала. Коллеги по фильму не на шутку перепугались. У Светы нервный срыв. А Рязанов только руками замахал. Немедленно снимать. Гуськов, у нашей Людочки пальто совсем износилось, а девочки теперь ходят такие модные. После съемок вся съемочная группа аплодировала Светлане Немоляевой. Она блестяще справилась с самым трудным эпизодом в картине. Саша мой очень ценил эту сцену. Саша всегда, когда мы видели лишний раз, когда показывали гараж, у нас, конечно, дома кассеты есть, но не будешь там специально ставить себе кассет. Когда были его фильмы или мои фильмы, мы очень часто говорили себе, ну, я сейчас посмотрю чуть-чуть, а потом не буду смотреть. И вот были какие-то вещи, на которых всегда застреваешь и остаешься до конца. Со стороны Александра Лазарева и Светланы Немоляева всем казались идеальной парой. Сами актеры только подсмеивались над этим. В их семье порой бушевали шекспировские страсти. Светлане не раз приходилось усмирять взрывной темперамент любимого мужа. Вот теперь я вам все скажу. Я думал, что вы не такая, как все. Он был очень недипломатичный. человек, он все, что... Такое вот дитя природы. Вот как он с природой общался с людьми. Я им все время говорю, так нельзя, понимаешь? Я все время его учила, мы идем в театр. Я говорю, ну, ты вот мне можешь попить сейчас? Ты вот сейчас придешь, ты не будешь ничего этого говорить. Можешь попить? А о чем ты говоришь на свет? Ну, что ты меня не знаешь? Я говорю, ну, я тебя умоляю. Ты заполнишь, вот это мне надо. Пройди мимо этого человека, скажешь, здрасте, здрасте. И все. Входим в театр, встречается человек. А, да, да, он на него сразу же... Я говорю, ну, к чему моя лекция? Можешь мне объяснить? Им доводилось играть вместе и в театральных постановках, и в кино. Они часто ездили на творческие встречи, и каждый раз журналисты обязательно спрашивали про личную жизнь. Сначала они с удовольствием рассказывали о своей семье, а потом перестали. Говорили, писали о нас. И у нас это немножко... Немножко там... Зажимало нас. Нам как-то это все... Нам казалось, что, может быть... Мы не то что... Ну, мы и суеверные, как все артисты, но нам казалось, что гнезд глазили, что вот это все. Эта дача – настоящая семейная крепость, а для Немоляевой – родовое гнездо. Когда-то ее маленькую привозили в подмосковное Абрамцево родители. А в 1979 году Светлана и Александр построили здесь уже свой дом. Сейчас в нем очень любят гостить сын и внуки. Все сделано своими руками, своей фантазией. Так что, поэтому всегда... Вот это все советская жизнь. Вот все, что... Все библиотеку, которую собирали все. И мои мамы с папой, и мы с Сашей. Все это и Новый мир, иностранная литература, и вся эта наука и жизнь, все эти журналы, все это. Что? Пойдемте дальше вниз. В спальне наша с Сашей. И вот тут, вот видите, наш этот... Вот, когда мы венчались, мы их нам сделали, подарили такой вот. Обвенчаться они решили после 50 лет совместной жизни. Я считаю, что очень... Это счастье большое, что мы это сделали. И когда Саша не стал, и первые... Он только... Первые слова, которые сказал Сережа, маленький внучок, он сказал бабушка, какое счастье, что с дедушкой повенчались. Маленький мальчик, 10-летний. Александр Лазарев ушел из жизни внезапно. В один из майских дней, которые они вместе проводили на любимой даче. Прошел год. Но Светлане Владимировне еще трудно поверить в то, что его рядом больше нет. И говорить об этом по-прежнему тяжело. Сейчас она только учится жить с этой потери и радоваться новому дню. В память о нем. Смириться и принять. Принять жизнь так, как она есть сейчас. Невозможно удержаться от улыбки, когда видишь эту актрису на экране. Ее героинь, ранимых, хрупких, женственных, хочется оберегать. Рядом с такими женщинами должны быть настоящие мужчины. Рядом с Немоляевой он был. Не в кино, в жизни. В театральной среде про Лазарева и Немоляеву не без зависти говорили. Они исключение исправил и были правы. Служебный роман длинною в жизнь. Такое впрямь случается нечасто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова